Интерес большой, объектов мало. А вот как вы именно поняли, что это такое достаточно прибыльное дело? Я взял на себя некую долю риска, как и в любом начинании. А вот на ваш взгляд, какая часть Испании наиболее перспективна для инвестиций? В целом вся Испания привлекательна, и везде можно делать бизнес. Уникальное инвестирование, наверное, это наши проекты. Какие риски? Вообще в Испании надежно инвестировать? Здесь есть законы, которые работают. У нас есть такое предложение, как гарантированная доходность. По нашим расчетам от 30 и выше процентов годовых. Минимум 25 тысяч евро. Судя по тому, как преображается Аликанте, я думаю, что в этом есть большой вклад. Это наши все скупают, да? Да, да, да. Несмотря на нестабильную и совсем невеселую обстановку в мире, люди все равно продолжают успешно зарабатывать и хотят вкладывать свои деньги. А вот стоит ли вкладывать свои деньги в Испанию, именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Усаживайтесь поудобнее, вы на канале Live Spain Club, и мы начинаем. Гость нашего сегодняшнего выпуска – Олег. Он занимается уникальными инвестициями и как раз-таки говорит о том, что инвестировать в испанские квартиры все-таки нежелательно. А почему? Именно об этом мы сегодня с ним и поговорим. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Оля. Как давно вы вообще в Испании и занимаетесь здесь инвестициями? Постоянно нахожусь в Испании, живу. Это уже третий год. Начал я свой путь в Испанию с 2018 года. Ну и, соответственно, инвестициями я начал заниматься с 2019 года. То есть изначально был план купить квартиру и жить здесь на отдыхе. Как и все, да. В 2019-м появилось желание уже переехать сюда на постоянку, соответственно, для этого необходимо было создать основу. И нашел для себя очень интересную нишу на тот момент – это пассивные инвестиции. А вот как вы именно поняли, что это такое достаточно прибыльное дело? Я взял на себя некую долю риска, как и в любом начинании. Я просто сделал ставку, можно сказать, на определенный риск. Но он, так сказать, сыграл мою пользу. А почему вы не поступили, как делают многие, купить квартир 5, вот этих стареньких, да, в каких-то прекрасных районах Аликанты, отремонтировать их и сдавать посуточно или там на долгосрочную аренду? Ну вот изначально первый план был вот такой. Тогда еще знаний было мало. Я по этому пути пошел в 2019 году, купил как раз вот там 3 на тот момент квартиры. В последующем, как моя история показала, это неблагодарное дело, которое ведет к финансовым затратам и нервам. А у вас поселились окупасы? Ну, можно сказать, я их сам поселил. То есть, да, были окупасы. Это был, вот, последний суд у меня вот по третьей квартире, на которой я, слава богу, остановился, это вандализм. То есть, там жили испанцы, можно сказать, разнесли всю квартиру. Ну, в принципе, после каждого долгосрочной вот этой аренды, и краткосрочной, кстати, у меня тоже была, всегда приходилось делать там достаточно серьезные ремонты. То есть, да, ты получаешь какие-то деньги, потом все равно выливается тебе это обратно, да, там, в ремонты. Ну, и вот такие неприятные моменты, как окупасы, и там... А сколько вот у вас ушло времени до того, как вы их выселили? Где-то до полугода, примерно. А, ну, вы еще быстро отделались. Да, быстро, да. Мы им не платили, хотя такие случаи тоже не редкие, когда приходится платить, чтобы люди уехали. Теперь расскажите нам, что такое уникальное инвестирование? Во что вкладываются деньги? Уникальное инвестирование, наверное, это наши проекты, которым мы сейчас занимаемся. Это проекты по Каталонии, туристический формат загородного отдыха. Вот. Уникальны они тем, что они из богатой истории, очень красивы, и по нашим расчетам очень прибыльны. То есть, прибыльнее, чем, допустим, наши проекты в Аликанте, которыми мы занимались, один из которых, кстати, вот... Да, мы о нем еще подробно поговорим. То есть, получается, когда ездишь по Испании и видишь где-то в поле красивую стоящую разрушенную церковь, туда можно вложить деньги, сделать из этого что-то стоящее и при этом еще хорошо заработать. Ну, не совсем так просто, потому что это достаточно сложный путь именно найти интересный объект, найти объект, который по будущей прибыльности устроит инвесторов и нас как инвесторов в первую очередь. Мы как раз таки, когда после коронавируса увидели такую тенденцию по всему миру, это интерес к загородной недвижимости, к загородному отдыху, да, решили для себя, что вот это то, что нам нужно. Соответственно, мы обращаемся в специализированную компанию, которая для нас находит такого рода проекты. И если нам это интересно, то мы начинаем, приступаем, значит, заходим за даток, как и здесь то же самое. Заходим за даток, начинаем детально изучать территорию, начинаем детально изучать предложения, спрос, туристический поток, считать математику. Вот это вот у нас заняло полтора минимум года уже. Изучение, расчет, создание основы для будущих инвесторов и для себя, где мы будем как раз таки уверенно идти к цели. И, соответственно, начинаем реализацию. Если в цифрах, то стартовая цена для того, чтобы вообще в такое полезть, вникать? У нас несколько форматов предложений под разный портрет инвестора. Какой минимум? Минимум 25 тысяч евро. Это как-то совсем это немного. Я сейчас приготовила еще минимум 500 на завод. Нет, тут можно участвовать, начиная от 25 тысяч. Причем участвовать можно как собственник доли части проекта, как и пассивный инвестор. Это зайти в договор займа и не владеть долей проекта, а просто получать процент по договору займа. А эти деньги будут нами инвестированы в проект. И сверхприбыль с этих процентов, то есть мы выплачиваем процент инвестору пассивному, там 11-12 процентов, зависимости от порядка выплат. А сверхприбыль, она уже наша, то есть мы ее делим. Берем на себя ответственность. Ну вообще тема инвестирования, это такая небыстрая тема, да? Это небыстрые деньги, когда ты вот сегодня принес, и завтра тебе уже на карточку начинает что-то капать. Какие это приблизительно вообще сроки? Это до года занимает реновация, плюс согласование, проекты, там мэрии, общение и так далее. То есть вкупе это где-то занимает около двух лет до запуска. Мы очень досконально подходим ко всем нашим проектам, потому что, что немаловажно, мы в них сами участвуем. То есть мы участвуем, мы сами инвесторы. Вот, к примеру, это здание было продано раньше, чем планировалось. То есть мы продали его, как только закончился ремонт, не дожидаясь получения лицензии. Кто-то смелый купил, даже лицензию не подождал, да? Да, да, это наши, опять же, клиенты, которые уже покупали у нас. Ну а лицензию они все-таки получили? Да, конечно, лицензия на здание, вот это вот висит, все в порядке. А вот на ваш взгляд, какая часть Испании наиболее перспективна для инвестиций? Юг, север или вот наша прекрасная Костабланка? Наши интересы сейчас и вся основная активность направлена сейчас на территорию Каталонии. В целом вся Испания привлекательна и везде можно делать бизнес. Для нас интересна Каталония, но мы не только Каталонию изучаем, то есть сейчас у нас изучаем еще и Мадрид, Ибица, несколько проектов планируется на той территории. Какие риски? Вообще в Испании надежно инвестировать или все-таки рисков здесь очень много? Ну я думаю, что в Испании надежней, как минимум, инвестировать, чем на территории постсоветского пространства. Да, там можно, возможно, быстрее заработать, возможно, больше, но там настолько все нестабильно, и это может прекратиться просто в один момент. Как вот у меня одна из фирм просто вынуждена была закрыть, и я прям, и слава богу, что закрыл, успел. Я считаю, что Испания в этом плане более стабильная, здесь есть законы, которые работают. И та доходность, которую, к примеру, мы извлекаем, она достаточна для того, чтобы хорошо себя здесь чувствовать. То есть Испания, по мне, очень стабильная. Все-таки в Испании деньги можно заработать? Можно, да, если грамотно к этому подходить, и вот прям так вот, как досконально все изучать. Итак, мы как раз-таки перебрались в один из таких уже готовых инвестиционных проектов. Что здесь есть, вы посмотрите на видео, и давайте, Олег, немножко о нем поговорим. Мы все находимся в Аликанте, поэтому нам, конечно, больше всего интересно как раз-таки это место. И скажите, пожалуйста, вот конкретно в этот объект, сколько здесь квадратных метров, что здесь было изначально вообще, и какая первоначальная цена была такого вот заброшенного объекта, который превратили в замечательный апарт-отель? Квадратных метров здесь, насколько я помню, около 250. Изначально здесь был жилой дом. Этот объект приобретался в ипотеку с помощью банковского плеча. Цена объекта была 225 тысяч, плюс налог. 10 процентов. Да. И 300 тысяч в реновацию. 550 тысяч итоговая стоимость этого проекта. Продали мы его за 700 тысяч. Сколько времени ушло? Два года где-то, да? До запуска. Ну, то есть до сегодняшнего момента это, да, заняло два года. Но у нас, допустим, бывают объекты, которые уже изучены, которые уже согласованы с мэрией, и тут можно сэкономить на времени. И мы продали его дешевле, чем могли бы продать, потому что видим перспективу в наших новых проектах Каталонии. Это более выгодно, вывезти было деньги и инвестировать их туда, дабы там получать большую доходность. Этот объект находится в такой зоне, которая после того, как начнет сдаваться, он будет сдаваться, в принципе, 365 дней в году, потому что Аликанте, город для туристов, он привлекательный всегда. Да, наоборот, зимой даже нет жары, и более приятно можно все посмотреть. Здесь, получается, это будет сдаваться по комнатам, правильно? Да. Это формат пенсион, собственная патио. И действительно, Аликанте – живой город. Действительно, здесь, исходя из нашего опыта, сдача в аренду сдается все 360 дней в году. Вот в самый пик сезона, я хочу просто с вами сверить цифры, сколько будет стоить в сутки аренда такой комнаты? Дело в том, что разный формат комнат. Вот в чем дело. Они здесь есть маленькие, допустим, без санузла. Приличные возьмем с санузлом. Где-то от 120 начинаем. И это правильный ответ, да, так и есть. Зимой, я думаю, где-то евро 40-50. Да, да, но сдается всегда. То есть мы вот именно что варьирует ценой, цена у нас в день 8 раз меняется, когда выгоднее плавает туда. Ну да, тем более впереди скоро у нас прекрасный праздник Агереса, когда цены в Аликанте увеличиваются в 3 раза. И за июньскую неделю все здесь срывают хороший куш. А вообще Аликанте – хорошая зона для инвестиций. Здесь много чего можно приобрести интересного, уникального. Зона хорошая. Интерес к этому городу большой и увеличивается с каждым годом. Большой поток европейских туристов сейчас нахлынул. Да, за счет цен, которые Испания пока держит. Интерес большой, объектов мало. То есть их единицы. Скажите, насколько выгодно вот вообще долевое участие в проекте? Я считаю, выгодно, но опять же, смотря какие проекты. Наши выгодно, потому что мы их полностью прочитали, полностью изучили. Есть математика, есть расчеты будущей прибыли, рентабельности и так далее. Долевое участие, оно может быть разного формата. То есть мы делаем вот разные, опять же, предложения от пассивного до активного. Пассивное, то есть это когда ты просто деньги инвестируешь по договору с займа и просто получаешь прибыль либо раз в месяц, либо раз в год. То есть первый вариант не подразумевает владение долей в части проекта. Второй, тоже пассивный, ты покупаешь долю в проекте и получаешь уже процент от прибыли фактической, то есть от аренды и будущей капитализации при продаже. И формат есть активный, то есть это стать учредителем компании, это купить несколько долей, владеть частью компании и частью проекта, получать дивиденды, что увеличивает твою доходность. И четвертый вариант это быть основателем, то есть с минимальной долей войти в проект, но в твою ответственность входит привлечение основных инвесторов. Но у тебя получается и больше ответственности, больше рисков, больше доходов. Это вообще самое трудное. Ну, не скажите. Надо постоянно прокачивать себя, постоянно везде выступать, это ж надо зазывать народ-то. Это как сарафанное радио, которое работает. Люди видят перспективу и хотят участвовать в этом на старте. Как вообще построена с вами работа? Это как? Вот я вам написала, вот Олег, у меня 100 тысяч евро, куда мне их деть? Это не так, что отправь сообщение в директ, я тебе вышлю в церковь за 2 миллиона евро. Да? 4. 4. Боже мой, 4 миллиона евро за церковь. Зато все это, сразу все грехи смыты на всю жизнь. Зато своя-то. Вот какая-то шальная мысль забежала, пошел сразу, раз в свою церковь, все-все-все-все спустила. Вот это же прям уже это слоган какой-то, да? Инвестируйте в свое. Светлое будущее. Светлое, прям светлое в двухсмысленном формате. А вот после того, как в церковь инвестировали деньги, это и останется церковью, либо это превратится в какой-то отель или еще там что-то? Нет, останется церковь, она действующая, и там раз в год обязаны мы допускать проведение службы. А может быть вы проводите свои какие-то мероприятия, где можно прийти, узнать, во-первых, как с вами построена работа, разобраться вообще в теме инвестиций и, возможно, стать тем самым инвестором, который будет работать с вами? Да. Мы проводим мероприятия собственные. То есть у нас было две презентации на территориях. Проводим мероприятия, собираем заинтересованных людей, организовываем там, так сказать, познавательное общение и в формате в таком дружеском, легком, где можно послушать, узнать очень много полезного. Но в то же время посидеть, расслабиться, перекусить, выпить, пообщаться, найти какое-то полезное знакомство. Наладить контакт. Наладить контакт, да, узнать нас. Но мне кажется, если это мероприятие, которое уже проводится на конкретных объектах, то это уже для таких более просвещенных и опытных людей. Возможно, у вас есть еще что-то совсем для новичков, когда человек хочет вообще понять, стоит ли или не стоит в Испании заниматься инвестированием, с чего начать и вообще как выстроить эту работу. Да, у нас планируется, опять же, в ближайшее будущее несколько презентаций таких, как бизнес-завтрак, кому будет интересно, к примеру, после нашей с вами беседы. Где искать эту информацию? Информацию искать на наших каналах ТАД, Инвест, следить за нашими новостями. Ближайшие наши презентации, мероприятия будут в Аликанте. То есть, первый – это бизнес-завтрак, на который мы можем будет прийти и уже более детально познакомиться, задать вопросы по инвестициям в Испанию, по проектам. И мы планируем также уже более масштабное мероприятие, тоже в Аликанте, где мы как раз-таки уже для местной публики, для местного населения взаимосе более громко, так скажем. Это будет мероприятие для большего количества людей, более детально, то есть, будут наши партнеры в том числе, можем будет посмотреть, послушать, будет информации много. Какую доходность можно извлечь от ваших проектах при разных способах долевого участия? Доходность начинается, если займы, договора займа, там 11-12%, то есть 11, если ежемесячная выплата, 12 ежегодная. Долевое участие именно как владелец собственной части проекта от 13 до 15,5, участие в качестве учредителя где-то 17-18% доходности и участие в качестве основателя зависит от уровня активности, по нашим расчетам, от 30 и выше процентов годовых. Скажите, Олег, мы вот все говорим про доли, да, про какое-то групповое участие в этом, а можно быть вот инвестором в одном лице, которому подберут объект, это будет все твое, и такие объекты у вас есть? Да, отличный вопрос. У нас есть такие предложения. Это предложение индивидуальное, то есть реализовать проект конкретно одного инвестора. Это может быть как проект мини-отеля или формат территории, то есть в этом случае открывается компания на инвестора, где он владеет 100% долей проекта. И с нашей помощью реализуется как раз таки реновация, оформление всех лицензий и последующее управление монетизации. То есть я правильно понимаю, работа построена так, что это может быть из моего запроса «я хочу», да, вот я, например, знаю, что я хочу отель, и я говорю вам, что я хочу отель, вот у меня столько денег, и хочу, чтобы там из него вот это получилось. Либо это может быть другой вариант работы, когда вы просто говорите, что вот у меня есть такая сумма денег, а вы уже предлагаете, что под нее можно приобрести, правильно, да? Да, у нас есть проекты, мы знаем, что они работают, мы знаем, какую доходность они приносят, и, соответственно, мы предлагаем в рамках возможностей клиента разные варианты реализации и получения прибыли. У нас есть такое предложение, как гарантированная доходность. То есть мы реализуем проект и гарантируем, к примеру, будущему клиенту, что этот проект купят, что увеличивает надежность реализации. Для нашего менталитета слово «гарантия» это вообще просто самое приятное, что можно услышать при любой трате денег, да? Какие вы конкретно даете гарантии? К примеру, вот это здание, новый владелец выбрал гарантированные выплаты. С ним заключен договор на 7 лет и выплачивается сумма, которая была рассчитана нами и которую строил клиент. Это 10,5% годовых на сумму его инвестиций. Получается, объект еще не сдается, а человек уже получает деньги. Да, он купил его осенью, в сентябре объект не сдается до сих пор, но он получает все это время 10,5% и будет получать. Нам это выгодно, объясню почему. Казалось бы, да, мы не зарабатываем и платим, потому что по нашим расчетам мы ближайшие полтора-два года от начала аренды, соответственно, выйдем в плюс. И по нашей математике эта просадка уже заложена. Вот. Соответственно, у нас есть такие предложения, где мы гарантированно говорим, что вот инвестируй, мы готовы тебе платить тот процент, который мы посчитали, будет выгоден и для нас, и для тебя. Можно реализовать проект под одного инвестора с гарантией выкупа. То есть сразу же заключается договор, где инвестор покупает здание, на него оформляется компания, и в этот же момент заключается, в этот же день сделки заключается договор о покупке здания будущего, которая еще даже не проведена, реновация, ничего не сделано. И инвестор уже получает деньги от будущей покупки. Не могу не задать этот вопрос, да, потому что в связи со всей не очень веселой обстановкой в мире, гражданам России, Белоруссии и вообще, в принципе, нерезидентам Испании, достаточно сложно перевести сюда свои деньги. То есть ты, может быть, и хотел бы инвестировать, но ты не знаешь, как элементарно решить этот вопрос деньгами. Чем вы можете помочь в этом случае? Да, у нас есть опыт, есть инвесторы с постсоветского пространства. Ну, как минимум, на данном этапе, что я могу посоветовать, любой может открыть счет где-нибудь, да, в Казахстане, Армении, там, Азербайджане, Грузии, и спокойно перевести сюда деньги. То есть это работает. Если это крупный инвестор, можно открыть на него компанию здесь. Но тут, если он не резидент, да, нужно будет нанимать управляющего администратора. Ну, самое главное, что и тот вариант работает. А вот как вам вообще кажется, вот в связи со всей обстановкой, которая сейчас происходит, Испания вообще рада вот этим СНГшным инвестициям или нет? Судя по тому, как преображается Аликанте, я думаю, что в этом есть большой вклад. Это наши все скупают, да? Да, да, да. Это для королевства благоприятно, для всех это благоприятно, потому что экономика грамотно построена, то есть ты в нее инвестируешь, сам получаешь доход, экономика дает тебе отдачу качеством картинки, жизни. В общем, что бы ни говорили по телевизору, денежкой никто не брезгует. Нет, нет, никто. И, как вы сами знаете, отношения здесь очень благоприятные, у местного населения, то есть все доброжелательные. Да, в Аликанте русофобии однозначно нет, это 100%. Олег, я благодарю вас за наш такой подробный, серьезный разговор, я думаю, многим стало очень многое все понятно. С теми инвестициями мы с вами разобрались. Да, спасибо вам, что посетили нас и всегда рады видеть на наших объектах и мероприятиях, обязательно пригласим. Спасибо. Я благодарю вас, что вы посмотрели это видео, надеюсь, оно было для вас максимально полезным и информативным. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Все контакты, как связаться с Олегом будут под этим видео и пока-пока. Пока.